Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня на нашем большом красном диване Вновь будут прыгать, болтать ногами, веселиться Ведь у нас можно все, нельзя только одно Вы слишком скучными и взрослыми Мы ждем ваших голосов на сайте первого канала 1TV.ru Ведь самого талантливого ребенка страны выбирайте вы В нашей студии самый музыкальный петербуржец Человек, ведущий струнно-смычковый образ жизни Велончелист с пеленок Невероятный Владимир Третьяков Ты знаешь, ты сейчас сидишь отдельно от жилетки Она выше тебя сидит Давай мы на тебе ее поправим немножко вниз О, а то жилетка села раньше тебя на диван У тебя сзади какой хвостик Скажи, его длина обусловлена каким-то особым ритуалом? Нет? Нет, это мой аксессуар Я понял Владимир Третьяков отращивает волосы на смычок Как старик Хатабыч Пэм! Ноу-хау, бери Я отращиваю, чтобы меня оценили Ты знаешь, это звучит Восемь лет тебе, да? Да Знаешь, мне сорок, я до сих пор так не научился говорить А зря Ты с какого возраста играешь на виолончели? С пяти лет А скажи, а это ты по своей воле выбрал виолончель? Мне захотелось Ты сейчас правду сказал? Да Тебе родители других инструментов просто не показывали, да? Показывали, водили на концерты, я слушал Но все-таки виолончель самый лучший инструмент А родители, они здесь, нет? Здесь А представь их, пожалуйста Лидия Валентиновна и Юрий Васильевич Лидия Валентиновна, вы купили Владимиру кровать Или по-прежнему он спит в футляре? Нет, в кровати Юрий, Володя дома концерты дает? Обязательно Вы собираете гостей? Да, собираем Вы с гостей собираете? Нет? Нет, конечно Я хотел перед нашим разговором что-то почитать о виолончели, в принципе Но там все похоже на меню в итальянском ресторане Сплошные какие-то пиццикаты, флажолеты какие-то Да Что это такое все? Это все штрихи Стало гораздо понятнее, спасибо, Владимир Скажи, можно на виолончели играть с мычком от скрипки? Можно, но только... Будет написано, данный аксессуар не поддерживается, да? Да Ну, ты когда-нибудь пробовал так, нет? Я не пробовал, но я знаю, что будет скрип А, ну да, это же скрипка, будет скрип Ну, это, собственно, все мои, так сказать, фантазии на тему виолончели Вов, чем будешь удивлять, кроме приличного вида и хороших разговоров из живой жилетки? Что ты будешь играть? Бальтермана Капричо Капричо, это понятно А первая это автор, да? Автор Да, еще раз по буквам Г-О-Ль, мягкий знак БУ-РА-ТИ-НА Итак, франчозу с тунцом Буратино Хорошо А знаешь, как обычно в консерватории Ты же когда будешь прославленным музыкантом Сейчас жилеточка Трк А значит, когда будешь прославленным музыкантом Там тебя такие женщины будут объявлять в консерватории Да Они так выходят Ты их видел, да, такие? Сухонькие такие Угу Владимир Третьяков Гальтерман Капричо Капричо Kirk КОНЕЦ 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 А ты можешь сыграть что-то менее классическое? Да. Хорошо, давай. Браво! Это же был Чингисхан на велончели. Ра-ра-распутин. Короче, мы тебя забираем сюда, в студию. Будешь играть на выход всех участников. Не хотели быть маленькими-мененькими? Ладно, предлагаю тебе такой эксперимент. Мы сейчас выступим вместе на невидимых виолончелях. Ты когда-нибудь играл на воображаемых виолончелях? Играл. Я представлял звук виолончеля внутри себя. Ну, тебе тогда будет легко. Вносите реквизит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, что, давай, садись. Итак, где я держу гриф? Вот так? А, вот так. Вот, как будто параличом свело пальцы, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Да, Володь, ты знаешь, я прямо открыл другую жизнь с виолончелью. Предлагаю под гром аплодисментов снять. Парики. Владимир Третьяков и его очень даже видимая и хорошо слышимая виолончель. АПЛОДИСМЕНТЫ И они, конечно же, лучше всех! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Володь, я тебе желаю успехов в твоем нелегком, но очень красивом, творческом труде. Спасибо большое! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Самый яркий танцор Якутии. Да что там всей России. Да что там всего мира. Диана Егорова, известная как Лил-Ди. Привет, Диана. Привет, садись. Какая же ты стильная, Диана. Спасибо. Ты уже невероятно популярная. У тебя в соцсетях около 90 тысяч подписчиков. Да. Так. Верно. Ну, так это значит популярная? Получается так. Взаимные лайки интересуют? Какие у тебя планы на жизнь? Есть мечта одна, да? Я хочу быть танцовщиком звезды. Например, такой, есть же Бейонсе, или там, у них же есть тоже. А еще какие-то танцоры. Вот так вот хочу. Значит, сначала пробраться за спину звезды. Ты про кого сказала? Про Бейонсе, да? Про Бейонсе, да. Что она там поет? Что-то там. Вот она там что-то там. На-на-на-на-на-на-на. А ты позади нее. Ну, чуть лучше. Так. Сразу же до Бейонсе не получится добраться? Может, начнем за Валерием Яковлевичем Леонтьевым сначала? Леонтьевым. Ты что, не умеешь шагать, как Леонтьев? Я тебе покажу. Давай. Смотри. Значит, вот я, а ты за мной. Наивно это и смешно, но так легко. Так. Моим плечам уже зовет. Меня он дает мой дельта-план. Как так? Мой дельта-план. Я не знаю, как он двигается. Нормально, ничего страшного. Давай посмотрим, можешь ли ты петь. Давай. Что-нибудь якутское сначала. Якутское. Давай. Дже-ге-бо-го-го. Не получается. Очень хорошо получается. Просто тебе надо, Диан, повысить самооценку. Выходит Бейонсе из ресторана. Я тебе скину пару адресов, куда она часто ходит. Я недавно был на гастролях, да. И ты просто, главное, неожиданно подбежать. И знаешь, так сделать так, сразу. Она что это? И так. Понимаешь? Да, да. Какие у тебя регалии? Расскажи, Диан. Не все зрители знают, что ты прославленная танцовщица. Я победительница чемпионата хип-поп интернешнл. Двухкратная. И двухкратная победительница РМТ. Respect My Talent. Ничего себе! Да. А если побеждаешь в хип-поп интернешнл, ты тогда летишь в Америку, и в Вегас, и там... Так ты летишь в Вегас? Уже летела. Три раза. Да ладно! Ты уже три раза в Вегасе выступала? Да. Это ты мне должна рассказывать, как там в Америке-то? Как там в Америке, Диана? Очень жарко и очень круто. Очень жарко и очень круто? Да, очень. Ты мне джинсы в следующий раз привезешь? Конечно. У меня 34-34. Ну или так, 32-34. Или 32-32, если возьму себя в руки. Или даже 30-32, если буду танцевать с тобой. Диана, мне очень хочется, чтобы ты нам что-нибудь сегодня исполнила. Конечно. Прошу на сцену. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана, которая является руководителем другой студии, уже хип-хопа, я так понимаю, танца современного. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Расскажите, откуда в Якутии такая страсть к хип-хопу появилась? Это благодаря вам? В 2010 году мы открылись как студия танца по хип-хопу. И сразу в первый же год, в 8 лет, малышка Диана пришла к нам. И после усердных подготовок через 2 года, в 10 лет она уже стала чемпионкой со своим тренером по хип-хоп танцам среди взрослых. Я, конечно, не потяну легкое соревнование с тобой, но у меня есть очень энергичный друг. Я хочу пригласить сюда в студию Тимура Родригеза. Диана, я хочу пригласить. втроем. Нет, я, конечно, могу танцевать. Давай, да. Это будет честно. Он не хочет позориться в одиночестве, как я рассчитывал. Конечно, конечно. Давай мы с тобой будем танцевать вдвоем против Дианы. Да. Дайте мне какую-то кепку, это все-таки батл. Воу, воу, воу. Ну что, Лилби, дадим хопчика. Да. Итак. Музыка. Лилби. Если мы с тобой будем вместе, если на двоих одном месте, А теперь мы. А теперь мы. Музыка. 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 И ты еще первым назвал... Как кого? Музыка. 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 Никто. А в Подольске есть животные какие-то? Да. Какие? Лось. Это знаменитый подольский лось, да? А ты его видел? Нет. А откуда ты столько животных знаешь? У тебя что, детский сад напротив зоопарка? Есть книжек. А почему ты заинтересовался именно животными? Мне понравилось просто. Тимофей, с кем ты приехал? С мамой, с папой, с братом и сестрой. Ой, представляй свою семью. Как кого зовут? Как брата зовут? Ваня. Ваня. Где наш Ваня? Ничего себе брат здоровый какой. Так. Сестру как зовут? Маша. Маша. Здравствуйте, Маша. Ну и родителей? Мама зовут Оля, а папа Слава. Слава и Ольга. Здравствуйте. В чем проявляется у Тимофея его любовь к животным? Он вообще много про животных может разговаривать. А так вот, когда гуляем, ни мимо не проходит ни жуков, ни насекомых. Очень долго все рассматривает. А он приносит что-то домой? Обязательно. В банке или в коробке все приносит домой. И пауков, и жуков, и червяков все дома было. А как же это все хранится дома? Или родители тайком их выносят потом? Они либо у меня дома, либо в коридоре. В коридоре. В общем, на лестничной клетке, да? Да. Тебя любят соседи? Да. Да? Да. Да? Тимофей, пришло время испытать твой зоологический интеллект. Готов? Да. Вот как мы испытаем Тимофея Лапшина. На экране будут появляться изображения очень редких видов животных. У Тимофея будет всего две минуты, чтобы назвать максимальное количество представителей фауны Земли. Поворачиваемся. Я готов. Начали. Голубая сиария. Правильно. Драмадер. Правильно. Игрунка. Правильно. Туган-свенцона. Верно. Капибара. Верно. Биса. Верно. Мошаперида. Правильно. Мартышка-браза. Верно. Кулан. Верно. Восточный колобус. Правильно. Африканский барабу. Да. Бонобо. Есть. Крончисыч. Верно. Мороскальский шипящий таракан. Правильно. Пантеровый хамелеон. Совершенно верно. Яванский лангур. Правильно. Альпийский горный козел. Верно. Красавка. Да. Авдотка. Есть. Яблазский тар. Правильно. Гаур. Есть. Манул. Правильно. Свернобык. Верно. Ситатунга. Она самая. Она. Есть. Земляная белка. Да. Векуня. Она. Испаринский белоног. Он. Канна. Есть. Капский доман. Правильно. Южный пуду. Он. Гирозавр. Да. Зебра бурчелова. Да кто ты такой? Правильно. Бродач. Правильно. Очковая гага. Она. Кошачий ремур. Он. Чернохвостая луговая собачка. Вот собачка. Правильно. Златистый винный тамарин. Да. Газея Томпсона. Она. Толсторог. Ого. Колорадская жаба. Вот она. Большой куду. Большой куду. Да. Черноголовая пита. Да. Рыжий серый валаби. Правильно. Африканский бородавничник. Верно. Белоголовый орлан. Да. Американская лещица. Она. Росомаха. Точно. Аксолотль. Правильно. Игдекирка. Да. Правильно. Могот. Могот. Правильно. Сипуха. Сипуха. Верно. Тракакса. Да. Сурикат. Он. Галпоготский альбатрос. Да. Сиаманг. Да. Севриканский дикобраз. Время вышло. Правильно. Северодиканский дикобраз. Да. Да. Это невероятно, Тимофей. Ладно, колорадская жаба. Она и видно, что жаба. Но вот эти все рыжий серый валаби. Господи. Я восхищен. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто у нас, Тимофей? Лучше всех! Лучше всех! Лучше всех! Тимофей, ты угадал 57 животных за 2 минуты. Но сейчас на этой сцене появится человек, который лично знаком со всеми этими животными. Лучший друг всех капибар, доманов и исполинского белонога Николай Николаевич Дроздов! АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Максим, приветствую! Здравствуйте, Николай Николаевич! Здравствуйте! Здравствуйте! Тимофей, ну ты встань, поздоровайся с Николаем Николаевичем. Давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Тимофей Вячеславович, я счастлив познакомиться с вами. Да, ну, садитесь. Максим Александрович. Да, садитесь, садитесь. Его надо звать только по имени-очень. Я вот сейчас наблюдал, как он определял живот. Ну, ладно, колобус там какой-нибудь. Ладно, колобус. Для меня колобус. Все видовые названия все знают. Восточный, такой секольный. Это уже на уровне, в общем-то, если не доктор наук, то кандидат и точно. Ты понял? Кандидат наук. Николай Николаевич, а вы что-то принесли, да? Я хочу подарить ему свою книгу. Вот возьмешь эту книгу. Тайна живой природы. Я ему напишу. Николай Николаевич, я знаю, что у вас есть еще одно испытание для Тимофея. Да? Да. Тимофей, Николай Николаевич взял с собой трех друзей. Тебе предстоит догадаться, кто в этих клетках. Ты готов? Да. Как думаешь, получится у тебя? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте вот начнем вот с этого очаровательного животного. Пушистая, да? Пушистая. Такая круглыми ушками. Как ты думаешь, Тимофей, кто пушистый? С круглыми ушками. Ну, таких много, конечно. Таким пушистым хвостом. Ну, нежнейший мех, вот такой, знаешь, гладишь. И весь мир от этих, как это теперь, тащится. Чем живет? В Америке. Южной Америке. Бедный такой. На него все охотится. И его уж пришлось в Красную книгу занести. Грызун. А? Шиншилла? Правильно! Выслава. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шиншилла! Альбинос. Паваки. Да нет. Ты куда? Шиншилла. По-моему, ты уже готов ставить эксперимент над шиншиллой. Она немножко пуглила. Вот как оживился человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте расскажите про эту клетку. А здесь находится нечто без рук, без ног. Колобок, что ли? Ну, не круглый, а длинный. Это что значит? Он пушистый, нет? Он пушистый? Да нет, он весь покрыт такими чешуйками. Змея? Змея. Правильно. А, какая змея? Какая, знаешь? Смотрите, мы с Николаем Николаевичем максимально близко подобрались к ребенку. АПЛОДИСМЕНТЫ Ползает и по земле, и на деревья лазает. Знаешь, такие? А живет, знаешь, где? На кукурузных полях очень часто живет. Кукурузный полос. Да. Маисовый полос. Какая лава. Вот он. Да. Я так понимаю, как ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Не кушал. Это же любимое развлечение Николая Николаевича Дроздова. АПЛОДИСМЕНТЫ Пугать детей змеями. Вот, как он хороший. Вот так. Можно полосы засунуть обратно туда? Да, ну ты сам положи. Давай, давай. Вот. Беги. 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 О, какой длинный. Мы с Тимотеем интересуемся, кто же в центре. В центре большая компания. Какой ты знаешь класс животных? Самый многочисленный класс. Насекомые. Насекомые. Да, правильно. Насекомые. У всех насекомых 6 ног. И высшие раки имеют 10 ног. Да. Пауки 8. Вот пауки 8. Молодец. Итак, Тимофей догадался, что там насекомые. Муравьи. Муравьи. Но какие? Я тебя простимулирую. То, что находится в этой клетке, достанется тебе, Тимофей. Да, кстати, вот это тебе подарок. Я серьезно тебе говорю. Это муравьиная ферма. Я с первого канала. Муравьиная ферма тебе в подарок. Открывай. Там... Сама открывай, открывай. Там такие надои молока получаются. О-о-о-о. А-а-а. Сюда вот набрасывают зерень. Они их собирают. Ну что же, Николай Николаевич, я думаю, наш дорогой Тимофей достойен не только муравьиной фермы, но и медали лучше всех. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак... АПЛОДИСМЕНТЫ Тимофей Лапшин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Твой рюкзак, твоя книга. Ой, я уже весь на блузе. Твоя ферма. Спасибо большое, Николай Николаевич, за помощь. Спасибо огромное. И, конечно же, мы должны еще рассказать, что Тимофей Лапшин лучше всех. Единственная неповторимая мастерица восточных единоборств. Или как бы спел про нее Максим Леонидов, то ли девочка, то ли Чак Норрис, неподражаемая Вероника Коробкина. Прошу вас, Вероника. Да, разрешите вам расправить этот шлейф. Сейчас сниму медаль. Это пояс целый, да? Так, сейчас, подожди. Вот так вот пусть блестит красиво. Ну, Вероника впечатлила прям сразу. 75 медалей. 75 медалей? 9 кубков. Еще 9 кубков? Да, и один большой. А один большой за что, Вероника? За лучшего спортсмена года. 8 лет, Вероника, лучший спортсмен года. 7 лет уже лучший спортсмен года. Ушуистка? Ушистка. А как правильно говорит? Нет, кингбонкингс формс. Так. Еще раз как? Кингбонкингс формс. Кинг... 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 Сейчас, подожди. У меня 9 кубков по скороговорению. Кингбонкингс? Да. А как это расшифровывается? Кинг... Как ушу. Как ушу? Это угроза? Нет. Как ушу тебя сейчас, да? Со скольких лет ты вот так вот занимаешься? Каратес 2, ушу с 3, гимнастика с 4, акробатика с 5. Тебя в ниндзи готовят? Нет. Нет? Нет. Ты в жизни часто дерешься? Часто. Головы и живота бьют им это. Если меня разозлить. Если тебя разозлить, ты бьешь по голове, по животу, да? Сильно. Сильно. Какая опасная девочка к нам пришла. Ну ладно, ты же меня не будешь пока бить, я тебя еще не успел разозлить, да? Нет. Ты как-то хоть намекни мне, что ты уже так закипаешь. А ты дралась с мальчишками когда-нибудь? Дралась в школе. Ты их навещаешь с мандаринками? Нет. Нет? У тебя уже репутация такая, что лучше не подходить, да? Да. Угу. Сколько ты в день занимаешься по времени? Много. Устаешь? Устаю. Ну тебе нравится, да? Нравится. Всегда работаю. Без выходных. Можно посмотреть на этих суровых родителей, которые тебя заставили этим заниматься? Кто с тобой сегодня пришел вообще? Сегодня со мной пришла мама Зоя. Мама Зоя Коробкина, вы-то сами спортом занимаетесь? Я не спортсменка, я не занимаюсь. А почему вы решили отыграться на Веронике? От нее первоначально дедушка отвел. А, я правильно понимаю, что она случайно ударила дедушку и дедушка тоже ее отвел? Нет, она чуть позже уже не случайно его как-то ударила. За все хорошее, да? Да, было. А ты в куклы играешь? В куклы, да. Да? Да. А какая у тебя любимая кукла? Монсер Хай и Эвингт. Это какие-то китайские ругательства в мой адрес? Нет. А это не эти вот сейчас очень популярные какие-то куклы-трупы? Трупы. А, те? Да, Монсер Хай, Дракулаура, Фрэнкенштейн, это... А-а-а, добрая девчонка растет, хорошая. Ну что, давай что-нибудь покажем? Да, сейчас. Да? Пришло время узнать, за что же Вероника Коробкина получила 75 медалей и 9 кубков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 С этой палкой ты управлялась еще круче, чем лепс с микрофоном. А уж кричала ты. Давай посоревнуемся, кто громче крикнет. Давай. А ну-ка вынести нам шумомер. Так, не бойся, деточка, подходи ближе. Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на новое шоу на Первом канале «Громче всех». Специально для тебя. Сейчас мы посоревнуемся сначала друг с другом, хорошо? Ты когда-нибудь вообще измеряла свой крик? Нет. Сейчас измерим. Итак, дорогие друзья, мы измеряем крик Вероники Коробкиной. Нервных просим удалиться от экранов. Дети, отодвиньтесь подальше. 105,7 децибелов. Ну это жесть. Так, сейчас. Девочка, не стой близко. Я могу лопнуть. 103,7. Может, наш зал громче крикнет, чем я? Я к вам поближе подойду, а то иначе мы не победим. Эту знаменитую каратистку. Давайте. Один, два. Слабо. 104,1. Так, может быть, эта сторона? Один, два. 104,9. Ты должна сразиться с достойным соперником. Громче всех в России кричит знаменитая Мария Шарапова на корте. Чувствуешь соперницу, да? Результат Марии Шараповой. 105 децибел. Давай послушаем знаменитый крик Марии. Суперфинал. Итак, Мария Шарапова против Вероники Коробкиной. 105 децибел против... Сейчас узнаем, скольких децибел. Итак. Только не сорви голос, ради бога. Раз, два. Да! Результат Вероники Коробкиной. 109 децибел. Вероника, зачем тебе учиться драться? У тебя есть такой божественный голос. Ты можешь лопать барабанные перепонки на расстояние метра без всякого контактного каратэ. Медаль в студию. Вероника, дорогая, мы очень рады, что к твоей коллекции 75 медалей добавилась еще одна медаль нашего шоу. Побед тебе, хорошего настроения. Ну и не всех мальчишек-то отпугивай. Может, найдется достойный кавалер. Спасибо, Вероника, дорогие родители, если вы хотите хоть немного отдохнуть, присылайте детей нам. Но для начала заполните анкету на сайте 1tv.ru. Мы ждем самых классных малышей страны. За три последние года ему исполнилось три года. Самый брутальный, самый мужественный, самый суровый участник нашего шоу. Прямиком из Челябинска. Это Мирон Довгань. Привет, Мирон. Привет, дорогой. Прелесть какая. Мирон, садись. Садись на диван. Тебе помочь забраться? А нет, смотри, лихо забрался. Привет, как дела? Хорошо. Да, у меня тоже хорошо сегодня дела. Весело так, да? А кто это с тобой пришел? Виви. Как? Виви. Виви? Да. А я думал, Гиви, грузинский медведь такой. Виви. Я так понимаю, он с твоего рождения у тебя, да, Виви? Нет. Нет? Нет. Да, Мирон, как быстро ты потерял интерес ко мне. Под мой папой и мамой. А, а представь, как их зовут? Здрасте. А еще Лида вон сидит. Лида, это твоя сестричка, да? Да. Ага. Ну, здравствуй, Лида. Да. А вот Эдик и Аня. Эдуард, Анна, здравствуйте. Я так понимаю, что не только для нас уже, это мы уже тоже поняли, но и для вас Мирон лучше всех. Ань, чем для вас Мирон отличается от всех-всех остальных? Ну, в первую очередь, наверное, тем, что он наш сын. Уникален для нас, наверное, тем, что он очень жизнерадостный с самого детства. Это мальчик солнца в нашей семье. Мирон, расскажи, чем ты интересуешься? Эм, могу разкрашивать, ну, не только разкрашивать, а еще больше. А что ты любишь рисовать? Эм, цветок, там, домик. Угу. Ну, это интересно. А подружка у тебя есть уже? В три года, да, есть. Лера. Как? Лера. Лера? Да. А, 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 а ты сразу расцвел. Да. Лера это просто подруга? Или все-таки как-то нечто большее уже, чем дружба? Нет, что-то много дружбы. Я не знаю. Да, по-моему, кто-то что-то скрывает. Да. Мне так кажется. Кем ты хочешь стать, Верон Ш? Королем. Кем? Королем. Королем? Да. Ну, знаешь, когда человек в три года хочет стать королем, это признак будущей карьеры, так, да. А Лера будет королевой, да. Ты будешь король, Лера будет королевой. Да. Вы будете править Челябинском. У меня еще Вика. О. Вика, Сева и Сава. Да вы ветреный парень. Еще и Вика есть. Да. Скажи, когда ты будешь королем, Лера будет королевой, кем будет Вика? Это не обсуждается на просьбу. Это не обсуждается где, ты сказал? На просьбу. А, на просьбу. А, это не обсуждается на просьбу. Да. Это повелевается приказом. Конечно. Хорошо, Мирон. Пришло время спросить, с чем ты к нам пришел? Кроме своих монархических планов. Стих и песен буду петь. Ну, что же. Мирон, будьте любезны. Мирон, тебе никакой костюм для этого стихотворения не нужен? Нужен, да? Да. Так вынести Мирону костюм. Откуда у тебя такой красивый костюм? От дома. А, от дома. От дома какой моды? Такой дома. Задом наперед я надел? Да. Извини. Я забыл, откуда уши растут. Мирон, я тебе хочу сказать, тебе так идут эти уши. Это самый суровый челябинский заяц, которого я видел. Итак, выступает почетный заяц всея Руси, Мирон Довгань. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Куда ни сглянись, и там, и тут, Сламена великой сия в цветут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я правильно понял, Мирон, что стихотворение закончилось? АПЛОДИСМЕНТЫ Мироша, у тебя другой есть какой-нибудь? Нет. Маленький зайчонок. Нет, нет, нет. А какое здесь варенье? Маленький зайчонок. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Он передумал рассказ про маленького зайчонка. Да. Да? Передумал. Правильно. Ну давай тогда споем с тобой. Хочешь? Да. Да? Принесите мне тоже костюм зайца. И табуретки нам принесите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так. Давненько я не надевал уши на себя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне должно пойти. Правда? Идет? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заяц забегает. А ты знаешь, я когда обедаю, я всегда в этом жабу обедаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер, друзья. Дуэт имени Мазая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сампа белого мотылька У окрытого огонька Как бы тонкие крыльчки Не опалить Лук все молода, без шашки Жить, как белые мотыльки Или так себе недалеко от земли Браво! Дуэт имени Мазая! Мы выступаем за капусту! Другую? А что еще есть? Как ты могла, подруга моя? И на лабутенах на! А вы, ругаетесь! Давай все-таки без налабутенах У нас, конечно, прогрессивная программа А вот это, как ты могла, подруга моя? Громко стучите! Пошел король Мирон первый! Итак, дорогие друзья, мы сейчас покажем вам всю мощь нашего корпоративного репертуара Дуэт имени Мазая! Как ты могла, подруга моя? Ближе тебя и нету меня Как поступить с любовью моей На вечеринке лучших людей Как ты могла, подруга моя? Ближе тебя и нету меня Как поступить с любовью моей На вечеринке лучших людей Браво! Мирон, я думаю, что ты достойен медали лучше всех! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, в нашей программе Впервые награждается Мирон Довгань Медали лучше всех! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Куда поедем выступать? В какой первый город? В этот. В какой? В этот. А, то есть и уезжать никуда не надо? Ну все, Москва, жди нас. Мы пошли выступать с Мироном. Мирон Довгань лучше всех. Пойдем. Мирон Довгань лучше всех. Пойдем. АПЛОДИСМЕНТЫ Золотая любительница поэзии Серебряного века, обладательница невероятной памяти, светская чтица Камилла Гусейнова. Камилла Гусейнова, дамы и господа. Между прочим, книгсон сделала. Камилла, можно еще раз? О-о-о! Мадам, позвольте пригласить вас на рандеву. Простите, мадемуазель. На рандеву, вот на диван. Ну-с, извольте рассказать, как нынче житие, бытие ваше. Ну, конечно, я живу хорошо и прекрасно. У нас не так много, знаете ли, господ, которые прямо сразу хорошо живут. Поэтому отрадно в вашем лице видеть такую преуспевающую молодую девушку. Камилла, ты можешь расслабиться, сесть поспокойнее на этом диване. Вот так, да. Да, поглубже сядь, конечно. Ты не бойся помять платье. У тебя очень элегантный наряд. Ты знаешь, ты вот настоящая утонченная девушка 19 века. Вот когда пишут портреты молодых аристократок 19 века, они тоже вот в таких платьях, в таком бархате и с таким украшением. Ну, да. Камилла, с чем ты к нам пришла? Я хотелась порадовать своим стихом. Ты любишь поэзию, да? Ну, да. А какие стихи тебе больше нравятся? Онегин. Камилла, прости, я не уточнил. А сколько тебе лет? Шесть. И любимое стихотворение у тебя – Онегин. Да. Это все-таки большое произведение. Ты его что, выучила? Полностью. А в школу ты еще не ходишь? Пока не хожу. Но уже выучила Евгения Онегина. Ты знаешь, я в шесть лет знал только фразу наизусть. Я потерялся, отведите меня по адресу. За такси заплатят родители. Все, я это только знал наизусть. Камилла, ну это фантастика, я тебе серьезно говорю. Вообще, сколько ты учила по времени Евгения Онегина? Даже не знаю, но... Ну, как мама сказала, не будешь есть сладкого, пока не выучишь первые десять глав, или как? Вообще-то я с Оксаной учила. Прости, я не знал, что Оксана и мама – это разные люди. А где мама? Здесь? Вон там, с матричкой. Это Соня. Моя мама. Соня, здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос, который мучает меня уже минуту 30 секунд. Кто такая Оксана? Да. У нас есть потрясающий совершенно человек, который мне помогает воспитывать Камилу. Это ее няня. То есть это просто ваша личная Арина Родионовна? Личная. И такая большая, как Фрэкинбок, но умная, как Арина Родионовна. Она у нас прекрасная, правда. Камила, ты в своем лице возродила мою веру в новое поколение, понимаешь? Я думаю, что пришло время нам немножко почитать Александра Сергеевича, правильно? Да. Как я тебе так? Так лучше? Так лучше. Лучше так все-таки. Ну что же, Томик Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Онегин. Итак, Камила, я правильно понимаю, я открываю произведение Александра Сергеевича Пушкина в любом месте, в каком захочу. Ну да. Читаю строчку или две. А ты продолжаешь, да? Ну да. Что-то как-то я не понимаю, как это вообще возможно. Ну ладно. Хорошо, сейчас. Не подглядывай. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг. Ну в чем он истинно был гений? Что знал отверже всех наук, что было для него из младра и толпы мука и награда, что занимало целый день его тостывающую лень. Спасибо. Как он умел казаться новым, шутя невинность, изумлять? Пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять. Лобить минуту умиления, неминных лет и предубеждения. Ага. И маме спросил взять его и младше. А, вот. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал три балла ежегодно и промотался наконец. Судьба об кении хранилась. Сперва бы дам за ним ходил. Потом мессию я сменил. Рюбинок Борисов на мил. Так, вот. Серийное оформление. Это ты не знаешь. Так, сейчас. Подожди, не подглядывай. Сейчас. Так, 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 так. А, как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать? А зверядец, ты ведь веришь, казаться мрачным и занепатией, являться городом и послушным, внимательным или равнодушным. Как то на Булу молчалив, какой он на красный чип. Высокой страсти не имеет, для звуков жизни не щадить. Не мог он яблот, хорей, кого не любили, все отличить. Бронем голомарафея, кредит за дочитал, Адама Смута. Да, Камила. Что тебе сказать? С меня сползают бакенбарды. Да. Слушай, Камила, я вот что подумал. Чтобы твои сверстники тоже знали Евгения Онегина, может, сделаем современный вариант? Рэп-роман Евгений Онегин. А? Ну, давайте. Вот тебе бейсболка. О! Красота. У меня тоже есть прикид. Давай встанем для порядка. Для вас выступает рэп-дуэт серебряного века Максимати и Леди Гугу с рэп-одой «Мой дядя». Самых честных. Йоу! Мой дядя самых честных правил, Когда ни в шутку за ним мог. Он уважать себя заставил, И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, Но, боже мой, какая скука-кука. В больнице идите день и ночь, Не отходя ни шагу прочь. По-моему, мы справились. АПЛОДИСМЕНТЫ Я снимаю бакенбарды, вдруг найдется Дантес в зале. АПЛОДИСМЕНТЫ Внесите... Внесите медаль для Камилы Гусейновой в студию! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Камила, мы тебе вручаем эту медаль лучше всех. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я тебе хочу сказать, Для приемов, для балов, Поэтических вечеров, У такой элегантной леди, как ты, Должен быть настоящий веер. И мы тебе вручаем веер! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наконец-то я узнал, Как выглядит сзади павлин. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотри, какая красота! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Этот веер я одолжил у одного своего друга, Не буду говорить, у кого именно. Камила, ты фантастически смотришься с этим веером. Камила Гусейнова! АПЛОДИСМЕНТЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Там же вы можете проголосовать за наших сегодняшних участников. Голосование начинается сразу по окончанию выпуска. Таких, как он, не то что берут в космонавты, а отрывают с руками, ногами и мерками для скафандра. Покоритель вселенной Степан Шабовалов! Ну, я тебе хочу сказать, машешь ты рукой уже как заправский космонавт. Да. Да, у тебя отработано, да? Угу. Степан, ты что, волнуешься, что ли? Нет. Точно? Точно. Точно не волнуешься? Точно. Слушай, а у тебя какое-то чудесное умение, да? Расскажи немного о нем. Я могу кружиться без остановки больше 20 минут. Господи боже мой. От Надежды Кадышевой тебе не звонили? Они ищут людей, которые могут в хороводе по 5-6 часов кружиться. Нет, еще не. Угу. Позвонят после этого эфира. Как ты думаешь, как вообще можно применить твое умение на практике? При полете в космосе. А ты собираешься в космос? Да, я с детства мечтаю стать космонавтом. Для этого и вестибулярный аппарат надо тренировать. Давай покажем, как ты тренируешь вестибулярный аппарат. Да. Ну давай, покружись. И я еще хочу сказать, что Юрий Алексеевич Гагарин мой земляк. А, это значит ты откуда? Я из Смоленска. А сколько будешь вращаться? Минут 5. Ну давай. Минут 5? Нет, так много не надо. Ну ты повращайся. Я-то и 40 секунд не повращаюсь. Ну попробуйте. А, на перегонки, да? Да. Хорошо. А с какой скоростью мы будем вращаться? Со скоростью не знаю, но быстро. Хорошо. Я буду смотреть за тобой, Степан. Итак, дорогие друзья, синхронное вращение мальчика в здравом уме и не совсем нормального ведущего, который повторяет за своими гостями все, что они показывают. Но это нормально. Но это нормально. Пошли. Надо замах такой сделать, как Джим Керри в фильме «Маска». Но это разогнаться надо. А, господи, еще разогнаться. Ну давай. Раз, два. Ой. 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 Степан, как дела? Великолепно. Ты еще на Земле? Да. Мне кажется, ты ввинчиваешься в пол. Я выучу все планеты Солнечной системы. Да, расскажи нам, какие планеты есть в Солнечной системе. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Луна, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Господи. Меня многие знакомые сидя не могут планеты назвать. Степан, а когда ты понимаешь, что хватит вращаться? Думаю, никогда. Или это уже врачи приезжают? Ага. А Плутон уже не входит, да, в планеты? 2006 года его лишили статусом планеты. А, он теперь карликовый, да? Да. Угу. Степан. Ага. Ага. Где у него кнопка? Если у кого-то в зале сел мобильный телефон, можно подключиться к Степану. У меня кнопки нету. Нет, я имею в виду, ты вырабатываешь электричество. Да. Степа, стоп. Все, хватит, спасибо. Мы верим, Степа. А смотри. Что? А теперь ты можешь пройти, да? А ну-ка подойди ко мне. А носа коснуться можешь? А-а-а. А как ты это делаешь? Не знаю, у меня такой вестибулярный аппарат. Это просто потрясающе, я просто не... Может, ты инопланетянин? Нет. Почему? Если бы я была инопланетяна, я бы знал. А давай узнаем у твоих родных, инопланетяне ты или нет. Как зовут тех, кто пришел с тобой в студию? Кто это? Папу зовут Сергей. Так. Бабушку зовут Ирина, а дедушку Игорь. Сергей, как обнаружился такой талант у Степана? Как только стал крепко на ногах стоять. Вот так у него получилось уже. Ирина, а у вас не кружится голова, когда вот Степан кружится? Я смотрю на него с большим умилением, и в общем-то я думаю, что это будет достойная смена нашим космонавтам. Но раз ты всерьез собираешься стать космонавтом, то я хочу сюда в студию пригласить человека, который расскажет тебе, как это сделать. Наш сегодняшний гость, герой Российской Федерации, летчик-космонавт Евгений Тарелкин. Здравствуйте, будущий коллега. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Ну, вы из-за кулис видели, как крутится Степан? Вы же, космонавты, так крутитесь? Есть такое у нас понятие, как вращение на центрифуге, также у нас вестибулярные пробы есть такие, то есть ежегодно мы обязательно крутим, кореолицевое ускорение называется, то есть нас сажают на кресло и вращают минут по 20, то есть это все, это тренировки. Но ты уже, по сути дела, готов. Степ, ты можешь потрогать, ты настоящий космонавт. Да, да, потрогаю. А вот Герой России, высшая награда нашей страны. Если станешь космонавтом, то тоже. Мечтаю. Что вы принесли подробнее, расскажите, что там в саквояжи вашем? Ну, это вот как раз космическая пища. Сейчас, чтобы уже Степан привыкал ко всему. Дайте попробовать-то хотя бы что-то. Да, 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 попробовать. Ну, смотри. Тюбик или пастилу, что-то. Давай, выбирай. Да, пусть мы из Тюбика хотим. Что вот это такое? Пюре мясное. Будешь? Будешь пюре? Попробую. Вот. Вот. Так. Ну, помолясь. Все пюре не надо. Ну, ты попробовал? Ну, как? Вкусно. Вкусно. Ну, отлично. Ну, все, теперь закрывай. Это теперь твое. Скажи, да. Степан, давай поговорим немножко о выдавленном. Во-первых, проглотил ли ты это? Да, вкусно очень. Ты из вежливости сказал или правда вкусно? Правда очень. Ты понял, чье это мясо? Кажется, говядина. Говядина, кажется, да? Можно я понюхаю? Угу. Ой, правда, ну это прям гуляш какой-то. Вкусно. Евгений, вы хорошо живете там в космосе? Да, там неплохо. А теперь пришло время мне вместе с Евгением Тарелкиным уже всерьез испытать вестибулярный аппарат и готовность стать космонавтом. Да, я готов. Пройти испытание центрифугой? Да. Какие советы вы можете дать Степану? Ровно смотришь впереди себя, держишься за все вот эти вот органы управления. И, допустим, если ты действительно хочешь стать космонавтом, то космонавт, каждый космонавт, он должен комментировать все, что происходит. Специальный костюм космонавта, комбинезон. Вот, мы для тебя подготовили. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Круто! Ну, вообще, модный наряд такой. Да. Так, давай. Давай, не спеши так. Аккуратненько. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала ремни безопасности. Вот тут. Подтянуть. Так. Нормально дышится? Не утянули? Нет. Хорошо. Хорошо? Ну, Степан, ты уж держись, а то ответственность на мне. Готов? Ну, поехали, потихоньку. Полетели! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, Степану нравится. Да. Так, ну, комментируй, Степ. Степ, как там? Как ощущения? Здорово? Степа, что ты видишь? Я вижу, я все вижу. Хорошо, молодец. Ощущения как? Самочувствие. Как я кувыркаюсь, только сидя. Ага. То есть ты постоянно докладываешь о самочувствии. Да, как космонавты обычно говорят. Самочувствие нормальное. Самочувствие хорошее, нормальное. Труто. Ну что, все или еще хочешь? Еще. Еще? Ну, давай еще чуть-чуть. Ты знаешь, Степ, даже мне уже нравится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, красавчик. Как ты? Все хорошо. Ну, молодец. Давай, держи пять. Молодец! 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 Так, окажется. Ну, Степ, это было очень круто. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, теперь я вот с этим значком в космосе был. Пусть теперь вот этот знак будет тебе как оберег и как награда. Спасибо. Это правда из космоса значок, да? Спасибо. Со мной был. Представляешь, этот значок побывал в космосе. Спасибо. Давай. Молодец. Ну, что ж, Евгений, есть у Степы стать шансы космонавтом? Да, конечно, стопроцентные шансы, Степ. У тебя все получится. Спасибо. Ну, что ж, внесите медаль в шоу «Лучше всех». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давай, Степ. Спасибо. Это были герой России, космонавт Евгений Тарелкин и будущий космонавт Степан Шаповалов, который, конечно же, лучше всех. Спасибо, Степан. Правильно. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. На сегодня это был последний участник. Поэтому мы с ребятами пойдем вдарим по молочному коктейлю. А вы не забывайте голосовать за своих любимцев на сайте 1tv.ru. С вами были Максим Галкин и дети, которые лучше всех. До встречи через неделю. Не спешите взрослеть. КОНЕЦ